Девушки отдыхают Они больше по одиночке, по своей ветке Здесь они дружат, просыпаются вместе У каждой свой домик, вот видите, деревяшки Закрываем на ночь, чтобы они ночью не бесились Спокойно отдыхали, спали после тяжелого дня С утра мы их будем, они тут устраиваются в вороты Вот так вот просто ходишь по залу Они просыпаются, разминают мышцы, а без полета они не могут Мужчика Ой Мужчика Мужчика Садиться может? Мужчика 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 Чай, кофе, сладости у вас в неограниченном количестве. Собрать сов очень трудно было. Дело в том, что совы, первые совы, которых мы купили, они оказались дикими. И мы подумали, типа, как с ними люди будут контактировать вообще. Надо их приручать. Приручать их не получалось. Несколько раз мы покупали других сов. Мне понравилась та соба, которая, филин, который с ушами, но его гладить нельзя. Да, который самый большой здесь. И вот есть красивая сзади, она очень мягкая и приятно потрогать. Настолько нежная. И она не злая, она добрая, она дается выгладить. И никого ни разу не укусила. Я вообще, в принципе, сов люблю. И я случайно узнала об этом в кафе, просто в интернете. Почитала, увидела, что с этими очаровательными созданиями можно общаться. Я вообще хотела себе домашнюю совушку, но пока нет такой возможности, к сожалению. Ну хотя бы вот так можно пообщаться. Мыши едят? Да, он глотает. Я козля, да, глотаю. Мыши съесть. Кормим мы их каждые три часа. Ну, стараемся кормить, то есть готовим мышек. Либо люди сами выражают желание покормить сову. Да, то есть у нас есть такие, ну, сова-бонус, талантчик на кормление. И люди могут попробовать покормить. Но не все это переносят, потому что совы едят мышей. С таким восторгом. Видите, какая Боба теперь довольная. С таким восторгом. Продолжение следует.